как заставить мужчину скучать по себе подумайте кто вообще задает такой вопрос если вы вообще задаетесь таким вопросом значит вы тот тип личности который хочет манипулировать тот который хочет заставлять который хочет сделать какие-то действия для того чтобы мужчина женщина друг жена мама сделали так как ты хочешь и вопрос теперь другой что же сделать с собой чтобы начать получать удовольствие от жизни самому начали быть таким ценным для того чтобы этот мужчина думал о тебе сегодня я расскажу три шага про то что действительно влияет на глубинную связь подсознание когда мы влюбляемся в человека и даже мы не понимаем почему мы думаем об этом человеке и это связано не только с мужчинами это связано с любыми людьми любыми отношениями это могут быть дружеские отношения это могут быть коллегиальные бизнес-отношения это любой вид отношений чтобы человека тебе запомнил меня зовут ангелина я психолог и это мой формат youtube видео где я отвечаю на самые популярные вопросы на youtube и так что же сделать вообще как себя вести чтобы мужчина просто потерял голову тебя первое это перестать проявлять инициативу прибыль сейчас даже не так перестать проявляться через действие у нас есть пять основных органов чувств которые на самом деле самыми являются важными для диалога внутреннего диалога и перестаньте говорить с ним начните просто за ним наблюдать и вообще при любом знакомстве когда вы идете на первое свидание вы думаете что первые пять минут впечатление создается от того что вы сказали и кем вы являетесь ничего подобного это пять базовых наших чувств взгляд то как вы посмотрите на этого человека то как вы пахнете причем запах имеет значение не тот который вы брызгаете своими дезодорантами а ваш личный запах если вообще личный запах знаете когда эскортниц нанимают в дубае и там нанимают не только простые просто молодых красивых девушек там запрещают им пользоваться одеколонами дезодорантами другими вообще какими-то химическими веществами которые смешивают как бы сбивают их личные природный запах самый вкусный запах человека это его собственно и наша задача просто поддерживать чистоту тела и максимум намазать себя каким-то кремом для того чтобы пахнуть собой духи были придуманы для того чтобы перебивать запах пота по моему морякам или в общем людям которых не было возможности мыться выберите душ если вы хотите заикарить любого вокруг себя и на самом деле вы падки на запах есть мужчины которые вам кажутся абсолютно некрасивыми но что-то в вас в них триггерит и первая реакция это чаще всего бывает даже раздражение на таких мужчин но потом вы понимаете что они вас сильнейше возбуждает а дальше если на базе возбуждения выстраиваться какие-то новые отношения научитесь смотреть научитесь смотреть на человека смотреть так как будто разговариваете с ним научитесь разговаривать с человеком глазами да вот так вот мама тут занята но мама все секунду да 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 так ладно хорошо что есть возможность пока что-то снять видео и первый шаг который заставит а лучников и конечно не заставлять которые заикарит вас настолько сильно у другого человека на уровне тела это взгляд это запах это голос не зря все тренеры по речи нам говорят что важно говорить медленно тихо и из груди что низкий голос больше привлекает чем высокий и я склонна считать что это не только связано с нашими голосовыми связками с нашим телом это знаете как можно даже сказать эзотерические мы говорим из сердечные чакры когда мы говорим из груди когда мы даем паузы в разговоре мы даем возможность человеку услышать контекст того что вы говорите как бы паузы дают возможность обдумать что на самом деле вы имели ввиду я психолог и я как никто знаю как голос влияет на управление состоянием человека на самом деле мы тянемся к тем людям которые вызывают у нас ресурсное состояние которые такие когда в присутствии другого человека мы мы тянемся к ним мы интерес у нас возникает эмоция интереса высоко вызывается возбуждение сексуальное возбуждение и вот этот низкий голос который говорят что он как бы для доминирующих персон это про то что как раз таки за личностями которые нас чем-то привлекают либо сексуально либо интеллектуально мы тянемся мы хотим и учимся на них у них мы хотим их слушать мы идем к этим личностям и поэтому низкий голос он имеет значение и как вы видите я сама тоже не постоянно говорю в низком голосе я не тренер по речи наверное если бы я возможно занималась с тренером по речи то я бы научилась говорить всегда так но есть я есть какие-то недоработанные мои детские травмы какая-то неуверенность и которая отражается на голосе и что это значит чтобы не так не нравится слово заставить но так уж и быть раз видео называется заставить чтобы спровоцировать мужчину на то чтобы он на вас думал достаточно первые пять минут так поговорить более того достаточно даже первой фразы сказать вот представьте вы пришли на свидание вы не знаете этого человека вы видели его только грубо говоря в тиндере и первое что вы делаете это вы на самом деле смотрит на него и вот вы встретились глазами уже в этот момент первые же там 15 секунд будет понятно нравится он вам или нет нравится ли вы ему или нет и дальше та фраза которую вы скажете на самом деле не имеет значения что вы скажете привет или ну что пойдем больше будет иметь значение то как вы это скажете каким голосом этим низким голосом и понятное дело что дальше в разговоре настроение может меняться истории могут наполняться разными окрасками и голос будет меняться потому что вы ведь уникальная личность но первое впечатление первые моменты они настроят человека о том чтобы погрузиться глубже в то что вы говорите и если вы например в долговременных отношениях и хотите больше чтобы на вас обращал внимание ваш мужчина женщина друг то начинайте первым первыми фразами диалог именно с такого голоса именно со взгляда даже больше сначала со взгляда поймать визуальный взгляд потом голос следующее это соприкосновение с самим собой нас тела осезание и тут вы сможете перейти на этот уровень прикосновений только тогда когда вы поймете ценность прикосновение на самим на самих себя научитесь себя трогать к себе прикасаться так чтоб вам это понравилось вот если прикосновение с ваше же прикосновение самого себя на самом деле как видите даже не нужно никого касаться например сидит мужчина перед вами его не нужно касаться достаточно прикоснуться к самому себе и дальше все что он видит и что что он ощущает он сам себе додумает и будет желать это попробовать самому и это будет сильным якорем сильным желанием думать о вас и это лишь первый совет который я хотела вам дать сегодня если у вас это все не наработано вы не понимаете о чем я говорю это про то что у вас нету контакта самим собой нету чувствования тела самого себя да то есть когда вы трогаете себя вас нету ощущение надо найти его я сейчас веду в основном индивидуальные сессии если вы живете в москве вы можете даже записаться в оффлайн на в кабинет по ссылке ниже вы можете написать мне записаться на сессии при этом стоимость сейчас абсолютно вообще элементарно там от полутора тысяч за 15 минут то есть я специально сделала формат стоимости сессии по 15 минут потому что неизвестно для каждого человека под каким он состоянием придет имеется в ресурсном не в ресурсном состоянии насколько он умеет уже управлять чувственности самим собой или нет кому-то нужно 30 минут кому-то нужно два часа кому-то три часа нужно поэтому тарификация идет по 15 минут и и знаете если мы с вами не знакомы будь выделите себе хотя бы два часа времени этой сессии сессия это не я и не про меня это про вас это как бы маленький домик вашей души где я как инструмент помогая вам докопаться в глубины самого себя я на данный момент считаю что это просто потрясающая возможность познать себя в моем окружении в моем поле потому что когда все-таки марафоны я буду проводить и они будут такие коллективные они будут онлайн это тоже классный инструмент но он больше про общие задания и общие примеры которые подойдут для всех и только на индивидуальных сессиях вы сможете получить именно точечные направления до от меня то есть инструмент когда я вас веду именно по вашей проблеме по вашей чувствительности потому что каждый опыт прошлого у всех уникальным каждая травма то есть у всех уникальна да то есть одно одно и то же событие кому-то дало внутреннего ресурса кому-то дал он наоборот дефицит и страдания кто-то об этом готов говорить кто-то не готов говорить и более того когда вы сами с собой все-таки работаете до каких-то практиках групповой терапии не каждый готов признаться самому себе и пойти в те воспоминания самая легкая защита это сказать я больше об этом не думаю я уже другой и сейчас я создаю новую жизнь я знаю чего я хочу и создаю новый образ и это прекрасно это часть личностного роста создавать будущий образ на этом строится база но когда ты знаешь кем ты хочешь стать важно принимать то что такое самооценка дается что такое понимание ценности себя когда ты все что было у тебя в прошлом ты принимаешь эту часть себя и превращаешь ее в ресурс в силу которая она даст тебе в будущем то есть вот эти два направления работа с будущим его работа с прошлым как бы работа с судьбой чтобы жить не как-то по течению жить именно так как выбираешь ты первое что нужно придумать себе глобальное видение локальное видение регулярно делать стратегические сессии и второе это принимать работать с прошлым и из прошлой боли создавать ресурс до навыки потому что то что у вас травмировал на самом деле дает вам гигантский навык навык и так второй шаг который заставит мужчину скучать по вам это глубинный эмоциональный контакт вообще эмоциональный контакт это да это то что отличать будет вас от всех глубинный эмоциональный контакт для женщин важен как для матерей почему для женщины самом деле для родителей и для мужчин для женщин когда вы взаимодействуете с ребенком уметь с разными уровнями интеллекта да то есть там от одного года до 150 лет уметь ловить этот или созидать глубокий эмоциональный контакт что такое эмоциональный контакт это своего рода активное слушание но это способность слушать человека ровно столько же в объеме сколько и способность рассказывать о своих чувствах и эмоциях ему при этом не скучать от того что он рассказывает а получать удовольствие узнавать о его эмоциях о его переживаниях и как это делается это не просто спросить как бы что-то чувствуешь, или что у тебя там произошло сзади. Это, опять же, прийти и начать на него смотреть. И в какой-то момент, если у него есть что рассказать, или что-то он хочет, он сам, сам начнёт говорить. Вообще, это потрясающий навык. Вы думаете, что это такой какой-то хитрый ход женщины, которая смотрит, как лисица, и ждёт инициативу от мужчины, ничего подобного. Если рядом с вами сядет красивый мужчина, начнёт над вас смотреть, вы тоже сначала почувствуете, если это незнакомый мужчина, то точно почувствуете дискомфорт, потому что это давление глазами. Но сейчас мы говорим не про незнакомых людей, мы говорим про отношения, в которых есть что-то. Я хотела сказать любовь, но на самом деле любовь — это тоже сложное, длинное понятие. И даже мы сейчас говорим не про влюблённость, мы говорим про отношения, да, то есть как мы создаём отношения. И сесть, смотреть на него, наблюдать, чем он занят. Если он занят, например, компьютером, а что именно он делает? И почему его это интересует? Если он разговаривает по телефону в конференц-холле, то о чём он разговаривает? Какой интонации? Какую энергию он излучает? Вот почему эзотерики такие популярные сейчас? Потому что эзотерики говорят, в принципе, психологию просто через фразу энергия. Энергия — это про впечатление, про эмоциональное проявление человека. Как бы мы ни вели себя, какую бы мы энергетику ни излучали, мы как бы эмоциями показываем этому миру, то есть эмоции выходят наружу, мы эмоциями показываем этому миру, что мы делаем, что мы созидаем, что мы транслируем. И вот чтобы заставить мужчину думать о себе, нужно научиться входить в эмоциональный контакт. То есть когда он транслирует какие-то эмоции, уметь считывать эти эмоции. Ведь этот навык, он вообще просто везде нужен. Сесть, посмотреть, что он чувствует, и дать ему возможность рассказать об этом, вовлечь тебя. Но тут внимание. Ты ему не психолог, не мамочка, не кто-то там ещё, и не подушка для изливания. В тот момент, когда он проинициировал разговор, когда ты задал какие-то вопросы, потому что тебе интересно. Мне вот, например, очень интересно, чем занимаются, каким бизнесом занимаются мужчины, с кем они взаимодействуют, о чём они мечтают. Ну, мечтают, конечно, мужчины, это более такой глубокий контакт, то есть они не сразу будут говорить об этом. То, что кажется таким сугубо мужским, послушать это. Послушать это, а потом задать в процессе его рекламного изречения. То есть на самом деле, тут смотрите, как раз это про третий пункт, не лицемерить. Третий пункт, создать глубокую эмоциональную связь, это не лицемерить. То есть когда, например, ты слушаешь человека, а многие сейчас, в принципе, рассказывают, что о себе. Они рассказывают не о том, что они чувствуют, потому что сами не знают, что они чувствуют. Они рассказывают свой личный бренд. То есть рассказывают о себе, то, чем они занимаются, какой у них был опыт. В большинстве случаев, если у вас ещё только начало отношений, они будут рассказывать про какой-то успешный опыт или надуманный опыт, прикрашенный опыт. То есть все офигенные, то есть накрученный на свой личный бренд. И это не значит, что обесценивать этот рассказ и говорить, что внутри себя, смотреть на него, думать, господи, я знаю, что это такое на самом деле, но мне спасибо не надо. Смотреть и видеть, на самом деле, что за этим рассказом лежит. Что на самом деле за этим рассказом лежит. Большой труд, который он проделал для того, чтобы выйти на эту сцену, открыть этот бизнес, чтобы получился этот успех. Или боль от того, что у него это всё получилось, оно не дало ему счастья, на самом деле. Что вот он был пять лет в браке и любил свою женщину, а женщина ему изменила. И что этот рассказ, хоть и был про то, что как будто его жена тварь, а на самом деле это был рассказ про то, что мне очень жалко самого себя, и я не знаю, как мне дальше жить, я не знаю, что я сделал не так. И всегда возвращать в этом разговоре, когда ты задаёшь вопросы, уточняющие, когда ты слушаешь этого человека про то, что же с ним происходит, что эта история значит для него. Это и есть эмоциональный контакт. Теперь внимание. Недостаточно просто уметь слушать. Кстати, ещё такой момент, что когда ты взаимодействуешь с человеком невысокого эмоционального интеллекта, и когда ты ему возвращаешь, типа, а что это для тебя было, что эта ситуация для тебя значит, он, скорее всего, сам ни хера не знает, и ничего не скажет. И в этот момент, если ты хочешь глубоко погрузить его, ну, то есть, как бы, показать, что ты действительно хочешь разобраться, если он готов, тут тоже, как бы, такой момент, надо чувствовать этот контакт. Можно предполагать, как вот если ты с ребёнком разговариваешь, например, он ребёнок не знает, что он чувствовал, или что это для него значило. И тогда ты начинаешь предполагать, что он чувствовал. Ты очень расстроился, да, из-за той ситуации. Тебе это было больно. Или ты испугался подойти и проявиться. И когда ты начнёшь озвучивать эти гипотезы твои, да, что на самом деле с ним происходило, как эта ситуация повлияла на него, этот человек, мужчина в нашем случае, он либо согласится, либо не согласится, скажет, нет, я чувствовал, и так далее, и тому подобное. То есть такими гипотезами ты наведёшь его на осознание самого себя, что на самом деле для него это значило. И он уже тогда сам откопается. И на самом деле, вот в этом разговоре люди учатся об кого-то. В этом разговоре как раз и будет большая ценность, когда, поговорив с тобой, он что-то узнал новое про себя. Потому что люди любят говорить о себе. И глубинный эмоциональный контакт, это тогда, когда ты искренне проявляешь интерес к этому человеку, он это чувствует, и в разговоре о себе он узнаёт о себе что-то новое. То есть он рассказывает не в формате новостей личного бренда о себе, а когда он рассказывает о себе и что-то понял о себе же самом в этот момент. и дальше это создаёт такой сильнейший якорь, это такой эмоциональный контакт, глубинную связку между двумя людьми, что, ну, то как бы о вас он думать будет сто процентов. Но в равноправных отношениях, если мы говорим про отношения не клиент-психолог, а когда мы говорим про отношения мужско-женские, то важно уметь и говорить о себе тоже. Ровно столько же о себе, сколько слушали его. И тут как бы может включиться капризный ребёнок, который скажет вот я говорю о себе, а меня никто не слушает. Во-первых, никто вас не обязан слушать. Во-вторых, вы тоже задумаетесь, почему вас не слушают. Ну, о чём вы говорите, как вы это говорите? Значит, вы говорите это неглубоко, потому что людям нравится узнавать глубину другого человека, особенно, если это его партнёр, если это женщина для мужчины, а если или мужчина для женщины. Вот почему мы социальные существа и хотим создавать пары? Потому что нам интересен, мы познаём свой внутренний мир через познание внутреннего мира другого человека. Поэтому, если вы действительно будете глубоко о себе говорить, а не в формате новостей, то, что у вас произошло, то этот мужчина, этот друг, эта мама, неважно, с кем вы разговариваете, заинтересуется тем, что вы говорите. И тоже начнут задавать вопросы. На самом деле, поэтому, например, у всех психологов мужья тоже становятся психологами, или у всех подруг психологов становятся друзья тоже подругами-психологами. потому что, косвенно разговаривая с друг другом о себе и о них, вы учитесь глубинному эмоциональному контакту, и это называется считывание эмоций и считывание языку тела от другого человека. Возвращаясь к нашей теме, как заставить мужчину думать о себе. Третий этап это не лицемерить. Когда человек рассказывает о себе, он рассказывает иногда что-то в плюс, иногда что-то в минус, иногда рассказывает просто перечень событий, потому что он в бизнесе научился для стартапов рассказывать о своем бизнесе короткую историю. О своем бизнесе, что он сделал, кем он является. Это очень распространенная модель. И вот в этот момент не дарить восхищение человеку за то, что вот молодец, ты построил такой бизнес, классный, потому что внутри-то этот человек не чувствует себя уверенным и достойным и тем, кто это сделал. Может быть, он глубоко внутри понимает, что все это сделала команда или какие-то связи или вообще деньги. И то, что он рассказывает, это лишь элемент личного бренда. И не надо лицемерить, даже если это первое свидание, даже если это только-только знакомство с человеком, не нужно вот эти вот комплименты излишние, когда ты поощряешь его маску. Учись видеть глубину и верить в людей, то есть показать ему, что, несмотря на то, что он там рассказывает, что ты веришь, видишь его боль и веришь в то, что этот опыт приведет его еще к большему глобальному будущему. смотрите вглубь, а не на личный бренд человека. И четвертое важный момент не зацикливайтесь на человеке. Не зацикливайтесь вообще ни на ко. Что такое зацикливаться? Это когда вы понимаете, что мужчины нет рядом и вы об этом все время думаете. Вам хочется узнать, что он делает, посмотреть его сторис, написать сообщение. Кстати, еще такой важный момент. Не пишите сообщение. То есть элемент не зацикливания, он также проявляется в том, что минимум переписки в жизни. Понятное дело, что вы будете переписывать там, ты где? Или он спросит, как у тебя дела? Не нужно ему расписывать полностью, как у тебя дела или что произошло. Ты можешь ему кинуть одну фотку и сказать, я на работе. Это высшая степень проявления внимания. Лучше достаточно написать, я на работе, буду вечером в 7 часов или я сейчас с подругой в кафе. И все, что действительно хочется ему рассказать или ему хочется узнать про тебя, вы можете это обсудить в офлайн, в жизни. не записывайте аудиосообщение, тем более своему мужчине, потому что любое аудиосообщение это нарушение личных границ другого человека. Чтобы прослушать ваше аудиосообщение, этому человеку нужно либо надеть наушники, либо находиться в пространстве, в котором он может послушать это сообщение. А значит, вы его принуждаете сейчас пойти в то пространство, где эти аудиосообщения. И если у вас, например, есть такая культура аудиосообщения, он записывает, вы записываете. Конечно, это можно сказать, что это нормально, но опять же, это про тот момент, что и он нарушает ваши границы, и вы нарушаете границы. Плюс еще в переписке вы больше умеете формулировать и четко перечислять, что вы хотите сказать этому человеку, то есть это совершенно другой формат мышления. То есть, когда вы аудио записываете, как сейчас, например, видео, это поточный формат мышления, значит, вы хотите не просто донести какую-то мысль человеку, а эмоции вылезти, если вы сейчас взаимодействуете с мужчиной не на каком-то личном контакте, а просто узнать, где он, какие-то такие минимум переписки, то ваши эмоции, они могут быть не к месту того состояния, где он находится. То есть, если вы хотите какие-то эмоции излить, а он будет на работе, и наоборот, там про детей, например, что-то еще. Минимум информации в переписке, переписка это самое комфортное, и его попросите тоже самое. Учитесь вообще переписываться, переписываться, а не аудиосообщение. Аудиосообщение это бизнес-инструмент для того, чтобы как раз-таки обучать людей, для того, чтобы какие-то эмоции передавать. Может быть, с подругами вы это практикуете, но и то не рекомендую. Потому что, когда вы говорите в одностороннюю как бы связь, вы ожидаете, что все эмоции, которые вы заложили в это аудиосообщение, тот человек должен считать. А потом вы еще будете претензию говорить о том, что я же рассказывал ему, я же объяснял, как это для меня важно. А этот человек просто на двойной скорости переслушал это сообщение и как бы принял какую-то важную информацию, какие-то как раз-таки пункты важные по информации, но эмоции ваши не принял. А вы будете ожидать, что он еще и понял важность этого всего происходящего. Элемент незацикливания и как раз появляется в том, что вы готовы минимум созваниваться и минимум переписываться. И что вам интересен этот человек, но при этом вы понимаете, что он индивидуальная, уникальная, потрясающая, великая личность, которая созидает собственное я в остальное время. И что вы не являетесь частью его настолько глубоко, чтобы он не был самим собой. То есть, когда вы начинаете уже в постоянных переписках, в постоянных созвонах, это стопроцентное слияние. И с одной стороны кто-то получает удовольствие от этого слияния, когда вы, знаешь, две с половинки склеились, и вроде классно, вообще все слияние, но и с другой стороны вы там растворяетесь. Попробуйте и тот, и тот опыт в жизни, попробуйте и слияние, и не слияние, и ответьте себе на вопрос, а как же вам понравилось больше? Я не считаю, что существуют правильные и неправильные модели. Я не считаю, что стоит слушать все психологические там советы, исследования. Ну, есть какая-то база, но не забывайте, что психология все-таки это все равно какая-то субъективная точка зрения каких-то определенных ученых в каком-то определенном времени. И что МРТ появился только 50 лет назад, и мозг начали исследовать именно как биологический инструмент только 50 лет назад. И вот так вот, если у вас появляется все-таки такая зацикленность, и вы думаете о мужчине больше, чем о своей жизни, это прямиком психологу. Прямиком записывайтесь ко мне. Причем это не реклама, я считаю, что я одна из лучших, кто ну просто за такую сцену и за такое качество вы не найдете вообще нигде. То есть я умею за три часа перепрограммировать любое убеждение ваше и любое состояние. Причем, то есть да, можно сказать, что нужна долговременная терапия в созависимых отношениях, вообще в зависимости. Что такое как бы навязчивые мысли? Это когда ну вы, ну если говорить про мужчину, то вы в созависимости от него. Это значит, что у вас в детстве там страх отверженности, куча травм, это значит, что у вас недолюблено себя, нет внутренней опоры, и многие психологи бы сказали, что вам терапия нужна. И да, как бы с одной стороны, как психолог, я может быть так и сказала, но я глубоко убеждена, что терапия это не есть еженедельные встречи по часу. Я считаю, что иногда можно приходить раз в две недели по три часа на глубинную проработку целой ветки какого-то направления жизни и прям проработать все сразу, да, потом дать психике отдых и прийти на следующую сессию и проработать другую ветку. Иногда там такие ситуации, что нужно каждый день встречаться по три часа, иногда надо 10 часов, ну то есть по-разному бывает. Иногда бывает раз, одна сессия раз в три месяца. Люди разные бывают, разные запросы, разные тяжести ситуации и контакты с самим собой. И это очень ценно давать место, время своим чувствам, переживаниям, своим мыслям. Письменные практики очень эффективны, только их никто не делает. Поэтому я говорю еще раз, если вы три дня подряд не делаете письменные практики, а что такое письменные практики? Это как раз таки, когда вы описываете, ну условно пишите свои мемуары, описываете на бумаге, что с вами произошло и что это событие было для вас, как оно на вас отразилось и какие решения теперь вы примете на основе этого события в будущем. Это будущее, которое вы нарисовали и ведет ли оно к великому будущему, о котором вы мечтали. И психолог — это я. Давайте будем говорить не психолог, я наставник больше, потому что я работаю и с будущим, и с прошлым, и с состоянием. То есть наставник, он умеет с помощью всех инструментов, коуч, кстати, всех инструментов привести вас в легкости. Что такое в легкости? То есть, ну как бы с помощью, можно это самому делать. Я всегда считаю, что самостоятельная работа, она очень ценна и она должна быть всегда. Ну и разрешать себе, не самостоятельно делать самому массаж себе, а разрешить массажисту сделать массаж вам. Это совершенно другой уровень ощущений, это совершенно другое качество, потому что на спине вы не сможете сделать массаж. То есть другой уровень погружения. И я, как психолог, как массажист, можем говорить так, могу провести вас до правильных проработок, до правильных состояний и новых решений, которые приведут вас к великому будущему. Не жалейте денег, честное слово, на эти моменты, которые называют домик своей души. На сегодня это всё. И увидимся в следующих видео. Всем пока.